Изменения в настроении людей – частый спутник наступления весны. Для кого-то это приятные и положительные эмоции, а некоторые люди могут испытывать дискомфорт и даже впасть в депрессию. Рязанцы в основном радуются приходу весны, пению птиц и первым мартовским лучам солнца. Они надеются забыть о затянувшейся пандемии и войти в новую жизнь. Был тяжелый год, да, сейчас хочется, конечно, чтобы он был полегче, и чтобы было побольше радостных событий. Специалисты-психиатры подтверждают, что россияне в этом году в целом позитивно воспримут наступление весны. Мне бы все-таки хотелось бы говорить не про ухудшение весеннее, а, надеюсь, про весеннее улучшение, которое нас тоже ждет. А то, что вот этот период, он действительно с точки зрения хронобиологии, хронопсихиатрии, биологической психиатрии, он действительно достаточно сложный, поскольку у нас меняется образование некоторых гормонов, нейромедиаторов. То есть это связано с особенностями нашего организма, таким мы родились. Если говорить о большой психиатрии, для некоторых людей нарушение серотонина дофаминового баланса и секреции мелатонина приводят к малоприятным последствиям. По статистике, люди с биполярным расстройством или шизофренией действительно чаще обращаются за психиатрической помощью именно весной и осенью. Если с человеком это происходит первый раз, и мы видим, что человек загрустил не на шутку, если он говорит, что у него тоска, что у него ноет где-то вот здесь вот за грудиной там камень какой-то, у него нарушился сон, нарушился аппетит, появляется идея своей какой-то малой ценности, он не может ходить на работу, безусловно, это обратит на себя внимание, прежде всего, наверное, родственников, да и самого человека. В данном случае рекомендация у нас одна, то есть у нас огромное количество грамотных специалистов, психиатров, нужно обратиться вовремя к ним, и в данном случае нужно не бояться. При таких обстоятельствах специалист поможет разобраться человеку в проблеме и выработать направление для улучшения состояния. Что касается легких колебаний настроения, как рязанцы, так и психотерапевты сходятся в одном. Это, наверное, от людей зависит, как они смотрят на мировоззрение. Какой тут упадок весна? Когда дождь, настроения нет. Когда солнышко светит, уже вот так тепло, морозочнет, конечно, настроение весеннее становится. Очень часто мы сами являемся архитекторами нашего настроения, то есть то состояние, в которое мы попадаем. Это первое. Мы всегда знаем, как себя развеселить. То есть на самом деле это приятные знакомые, это хорошие друзья, это приятные хобби, какие-то времяпрепровождения. Это спорт, это прогулки на свежем воздухе, это обязательно. Горожане уже занялись правильным питанием и приведением тела в порядок. Например, при помощи скандинавской ходьбы. Вот хожу, вот этим занимаюсь, ходим. Мне уже не так мало лет уже, поэтому только вот сходим. Раньше катались здесь и на лыжах. Витамины, да, обязательно детям, потому что весна, всегда витаминоз. Какие-то такие последствия всегда бывают, конечно. Специалисты отмечают, если соблюдать предложенные рекомендации и не погружаться в уныние и дурные новости от окружающих, а общаться с более позитивными людьми, многие могут получить максимальное удовольствие от наступления весны и приближения лета. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!